Девушки отдыхают 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 Вали! Я исследовала образцы слизи. Теперь я могу приготовить противоядие. Это хорошо. Зараза в армии может быть опаснее любого врага. Твои заслуги не будут забыты. Я получу медаль в форме жабы? У нас такой медали нет. Геральт, ты в порядке? Что это у тебя на лице? Долгая история. Мы тут лекарства ждем. Может, потом поболтаете? Ах, да, хорошо. Я иду готовить антидот. Это недолго. Миленькая эта медичка. Не то, что эти ученые. Интересно. А как же, по-твоему, эти ученые выглядят? Ну, они ведь слепнут быстро от всех этих книжек. Стало быть, все в очках. Точно. Сушеные очкарики. Да и одеваются кое-как. А для кого им наряжаться? Для книжек. Захватывающая теория. Но, надеюсь, ни одна медичка ее от вас не услышит. А? Почему? Потому что, когда вас проткнут во время боя, она не захочет вам помочь. А ты счастливчик, ведьмак. Видел я, как она на тебя смотрела. Совсем не так, как на меня. Верно говорю. Она тебе тоже нравится, да? Она бы только слепому не понравилась. Известное дело. А у ведьмачей, говорят, чувства острее наших. Вот лекарство. Это сильный концентрат, поэтому следите за дозировкой. Каждому больному принимать по две капли с пищей три раза в день. За три-четыре дня зараза должна пройти. Благодарю. От имени Ридании. Так, значит, ты теперь служишь риданцам. Я служу людям. Лечу их. Так сложилось, что я на риданской стороне. Но нюльфгардцам я бы тоже оказала помощь. Так же, как к эдвенцам, айдирнцам, эльфам, краснолюдам или низушкам. Ты же меня знаешь. Если не считать случая в каналах, в последний раз мы виделись, кажется, в Визиме. Да. Да, как раз когда там свирепствовала Катриона. Мне кажется, будто это было сто лет назад. Что с тобой стало потом? Ну, я уехала из Визимы и вернулась в Эксимфорд. Закончила докторскую, открыла собственную практику. Когда началась война, меня приписали к медслужбе при штабе риданской армии. Ну, а что теперь, когда Родавид мертв? Война еще не окончилась. Всюду хаос. Я все еще нужна. Но жаловаться не приходится. Теперь хотя бы я живу у себя дома и лечу больных. Но я всегда должна быть готова, что риданцы снова придут ко мне с каким-то архиважным заданием. Шанни, в этот раз мне нужна твоя помощь. Так и думала, что ты навестил меня не только из дружеских чувств. Что тебя привело? Это как-то связано со знаком на твоем лице? Да. И ты должен мне рассказать, что случилось в каналах. Хм, с чего начать? Оказалось, что чудовище в каналах на самом деле было жабой. А жаба на самом деле была принцем. Причем из афира. Ага. А я коверская принцесса. Это чистая правда, клянусь. Когда я убил жабу, явились афирские солдаты во главе с чародеем. И схватили меня. А спас меня из передряги некий Юнтер Одим. Это кто? Я сам до конца не понял. В благодарность за его помощь, я должен исполнить три желания одного дворянина. Сейчас мне нужно призвать дух его брата и сделать так, чтобы он развлекся, как никогда в жизни. Развлечь призрака? Как ты хочешь это устроить? Пока речь не об этом. Сначала я должен найти его могилу и призвать его. Ты имеешь в виду некромантию? Слишком опасно. Тут нужна высшая магия. Одим подсказал мне, как обойтись без некромантии и чародеек. Он дал мне один препарат, чтобы призвать духа. А еще мне нужна кадильница. Кадильницу я достану. Они есть на складе в университете. Я могу тебе ее принести. Спасибо. Не за что. Но мне это все равно не нравится. Я тоже не в восторге, но у меня нет выхода. Я должен призвать этого духа. Я понимаю. А кто это? Брат Ольгерда фон Эверека. Фон Эверек? На третьем курсе нам предложили на выбор факультативы. Золотые мысли иерархов или знаменитые династии Редании. Я выбрала второе. Вот он. Фон Эбергейт. Фон Эбнер. Фон Эверек! Сказано, что брата Ольгерда звали Витальд. Он покоится в фамильном склепе рядом с поместьем. Спасибо. Я знал, что ты мне поможешь. Я пойду. Пишет, что этот склеп архитектурный шедевр. Хочу взглянуть на него. Кадильницу я принесу. Встретимся у входа. Кадильницу я принесу. Кадильницу я принесу. Сидор. Помоги нам. Помоги мне! Я уже лучше себя чувствую. И выгляжу лучше, правда? Лучше! Но их нет. Лучше! 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Спасибо, может пригодится ДимаTorzok 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 Ты дух Витальда? Кто спрашивает моего внука? Это не важно, Нарата. Я хочу знать, откуда у него кровь нашего рода. Ибо только кровью Эвериков можно пробудить души Эвериков. Сие правда. Насколько я знаю, из нашего рода в живых остался лишь Ольгерт. А значит, этот человек пролил кровь твоего внука Гейстуд. Вскоре ты встретишься с Витальдом. Зато никогда уже не увидишь Ольгерда. Я тебя напустил. Хватит болтать. Бой! Ты, Эверики! Закрой! Бой! 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 кто ты такой тот кого ты ищешь витальд фон эверик брат ольгерда а я и забыл что не могу себе даже яйца почесать хотя с тех пор как я умер яйца у меня вообще не чешутся я не хотел драться с твоей семьей они это начали я не слепой я хотел посмотреть как ты справишься с этими заносчивыми засранцами но из бабули они все равно мертвы хуже уже не сделаешь а теперь говори мне откуда у тебя кровь ольгерда и ежели ты причинил ему вред я тебя убью я получил ее от одного общего с ольгердом знакомого у меня к тебе важно я так что мне плевать на твои важные дела единственное чего мне не хватает после смерти это скажем добрые забавы то что поделать часто вас гости бывают но не слишком часто потому то если кто пришел то всей компании с ним поиграть охота веселая семейка правда мы славимся любовью к пирушкам и войнушкам в нашем роду набеги это традиция с дедовских времен а известно что если в набег идешь так и добыча бывает значит и на веселье монет хватало только под конец моей жизни все пошло к чертям собачьим да что уж там не будем сыпать соль на раны за несколько дней до моей смерти брат говорил будто нашел способ снова подняться меня прислал твой брат ну и как он много бы я дал чтоб с ним повидаться этого не будет но может быть тебе удастся испытать что-то такое что будет интересно покойнику покойнику уже интересно говори в чем дело не хочу показаться бестактным но мне интересно как ты умер да да не тушуйся все любят такие истории мне бы это понравилось если не меня тогда убили как это случилось во время набегов обычно занимаем их ату старосты а местным выхлакам велели самогон приносить да и девок бледовитых в округе всегда хватало вот только в тот раз попали мы в засаду пятеро на одного получилось но меня и убили черепа дубовый стол раскололи как яичко откровенно говоря я не очень хорошо знаю ольгерда расскажи мне о нем ольгерд замечательный человек настоящий вояка другого такого не сыщешь во всей рядании лучше него не найдешь ни в драке ни на перу мы еще щенками были а он уже в набеге ходил когда война шла приграничные деревни с копом в портки срали от одного имени ольгерд я был его правой рукой а товарищи наши за ним в вагоне в воду были идти готовы и чем вы отличались от обычных бандитов мы бандиты ты слова-то подбирай у кого-то из наших может и были драки на уме но только не у ольгерда он всегда был любопытнее всех на свете все-то ему было интересно книги читал картины любил но и невеста у него была прекрасная как сон я выполняю для ольгерда одно задание мне надо сделать так чтобы ты повеселился как никогда в жизни правда ну вот что значит брат вот так брат скажу тебе даже после смерти обо мне помнят так сколько у нас времени думаю за ночь и вернемся отлично погоди-ка я только сабельку возьму и чтоб черти взяли ты ж дух ты не можешь ничего взять все время об этом забываю ну и как же мне прикажешь наслаждаться не кружки взять в руку не сабельки девушки как следует в танце не прижать уж придется как-нибудь обойтись пошли никуда я не пойду ты должен сделать так чтоб я развлекался так придумай как мне это устроить как оживи мое тело я не сумею тому же она ведь разлагается но тогда придумай что-нибудь еще а в таком виде я никуда не пойду думаю я мог бы сюда кого-нибудь привести и бы мог взять взаймы его тело на один вечер ты хочешь чтобы я в кого-нибудь вселился ну да а допустим я соглашусь чье это будет тело не знаю кого-нибудь из людей ольгерда или кого-то из селян кто согласится на это за деньги о вот уж нет не полезу я в шкуру дружбана или какого-нибудь немытого деревенщины у меня есть идея получше но нет и речи быть не может да вот именно что да геральт очнись открой глаза где же нюхательная соль стоило умереть чтобы полежать на таких чудных коленках интересное что же там скрывается повыше ты с ума сошел да как только тебя увидел погладишь меня по роже еще минутку я буду готов провести вечность в теле пса чтобы виться у твоих очаровательных ножек геральт да что с тобой происходит геральт я витальт что ну ладно погоди минутку нет я определенно не люблю когда в меня вселяются если ты так не сопротивлялся не потерял бы сознание геральт ты можешь мне объяснить что тут происходит это все он виноват мое почтение целую ручки кто но он брат ольгерда геральт здесь никого нет похоже твоя прекрасная подруга меня не видит и не слышит может это даже к лучшему ты должен кое-что усвоить я ничего не должен только замечательно развлечься что я и собираюсь сделать я теряю терпение я тоже ты можешь мне объяснить наконец что здесь происходит как я люблю нетерпеливых я должен сделать так чтобы витальт фон эверик развлекся как никогда в жизни но так уж вышло что он дух так что мне придется одолжить ему свое тело погоди то есть сейчас он тебя вселился нет сейчас нет сейчас стоит рядом и пялиться на тебя но когда я буду одержим все мои слова и действия на самом деле будут принадлежать ему а что если я захочу поговорить с тобой ну тогда пусть подойдет и попросит чтобы я на минутку вышел тогда ты должна его попросить чтобы он на минутку вышел понимаю замечательно ну так как моя сладкая может выйдем из этого мрачного склепа тут недалеко такая роща где поцелуй на вкус слаще всего на свете я так понимаю что сейчас ты уже витальт похоже мне не составит труда отличить тебя от геральта я тоже так думаю а между нами этот твой ведьмак страшный зануда разве что иногда но я вижу мы поладим но так как насчет рощи боюсь я не хочу в этом участвовать дух что поделать в таком случае пойду в ближайший бордель у меня есть идея получше прежде чем геральт призвал тебя я пригласила его на свадьбу моей подруги о небеса вот так удачный день у меня сегодня не найдешь в ритане лучшего танцора чем витальт фон за мной лапушка развлечемся как никогда в жизни хорошо мне еще надо переодеться так что можем встретиться у святилища это мне не по душе почему не люблю святилища я и при жизни посещал их только чтобы ограбить а после смерти они мне стали нравиться еще меньше а может мы с тобой прямо на свадьбе и встретимся но кажется у нас нет выхода великолепно тогда увидимся на месте торжества вот это девка от такой запросто можно голову потерять а это говорю тебе я витальд фон аверик которому чем попало не угодишь ну-ка честно мне скажи как на духу есть между вами что-нибудь потому как если что я буду держаться подальше а если нет то ух навестить бы с ней пару сеновалов скажем когда то мы были друг для друга больше чем знакомыми и видишь я сразу так и понял я такие вещи не ухом чую разбираюсь я в людях жаль конечно я бы сам ею с удовольствием занялся но другу я свинью подкладывать не стану ну так что идем на эту свадьбу идем тогда веди а я буду сразу за тобой а как это быть ведьмаком лучше тебе не знать было лучше не знать я бы не спрашивал ну говори тебе бы не понравилось я хочу попробовать один из этих знаков каких еще знаков ведьмачьих каких же еще я этого никогда не делал а вдруг это интересно я бы не хотел тратить время зря до полуночи самое важное чего бы хотел я ладная у тебя кобылка хорошие промеры крепкий зад развитая холка ну-ну я вижу ты в этом разбираешься еще бы при жизни кони и женщины это были две мои величайшие страсти ты коня моего пугаешь латва не любит духов ты кончалов ты кончалов кончалов я я я Помню эту мельницу Мы с Ольгардом всегда как что учудим, так здесь и прячемся Один раз старый Яромир застукал нас тут за самоконом Вот были времена Продолжение следует... Это вход в нору натеров Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Её ещё нет. Надо подождать. Как романтично! Отвали. Девушки отдыхают. Я не буду рядом с ней вышагивать в смердящем кафтане. На свадьбу, иначе как в кунтуше, являться не годится. У меня как раз при себе ни одного нет. Ну ещё бы! Зато вон там есть. Нет, мы не будем ничего красть. Успокойся, мы только одолжим. О, вот этот подойдёт. Хорошо сидит, как на меня шили. Ещё сапоги им. В сапогах надо быть на свадьбе. Ну и ещё вот это. Чтоб мне голову снесли, если я когда-нибудь видел девушку прекраснее. Так ведь снесли же, причём давно. Глаза как усердные, шея лебединая, а стан такой, что одной ладонью объять можно. А ты довольно забавный. Вот видишь, твой Геральт занудой. Но сегодня всё будет иначе. Вижу, определённо иначе. Он никогда не был так разговорчив. Он глупец. Но я сейчас всё исправлю. Ты выйдешь за меня замуж? Это серьёзный шаг. Но я подумаю. А сейчас идём на свадьбу моей подруги? Ты не мог бы дать мне поговорить с Геральтом? А зачем? Это же я должен развлекаться, а не он. Всего на минутку. И ты сразу в него вернёшься. Только поторопись. Не хочу тут до полуночи столбом стоять. Геральт. Сейчас я представлю тебя жениху и невесте. Проследи, чтобы твой друг не натворил лишнего. Я над ним не властен. Чувствую себя дураком, когда говорю все эти глупости. Кое-что из этого мне понравилось. Это что же? Ты мог бы быть более раскованным иногда. Раскованным? По-твоему, я зажатый? Я говорю о том, что мне было бы приятно видеть, как ты просто радуешься жизни, а не только без конца решаешь чьи-то проблемы. Ох, я никогда не пойму женщин. Ну, конечно, не поймёшь. У тебя же мозгов, как у конского седла. К счастью, у тебя есть я. Потом поговорим. Пойдём на свадьбу, пусть наконец этот дух развлечётся. И всё, из головы долой. Наконец-то ты сказал что-то умное. Будем веселиться до самого утра. Ты здесь только до полуночи, и не минутой больше. Этого мало. До полуночи я и напиться-то как следует не успею. А ты поспеши. Уговор был развлекать тебя до полуночи. А как пройдёт обряд на диване чипца, ты вернёшься, откуда пришёл. Как скажешь. Туда, моя душенька. Встречай меня, мир. Ну и ну, свадебка как на картинке. Столы накрыты, и выпить есть с кем. Ну а девушки, мечта. Но ни одна из них тебе не ровня. Шани, берегись собаки. В этой будке, должно быть, держат псину размером с коня. Спасибо за заботу, но будка пустая. Неужели спустили такую скотину с цепи? Интересно, что скажут гости на свадьбе. Кажется, мне веселье будет высший сорт. Какая красивая рябина. Когда я была ребёнком, делал из неё бусы. А я в щенячьи годы гнал из неё бормотуху вместе с Ольгеровым. А теперь я тебя представлю жениху и невесте. Веди себя достойно. Для тебя всё, что хочешь, Шани. Пойдём, поздороваемся. Я же не отхожу от тебя ни на шаг. А мама говорила, что если я не буду есть обед, то превращусь в стрыгу. Мора поздороваться. Веди себя повежливей. Ещё раз. Всего вам наилучшего. Благодарствуем. Счастья вам и процветания наши дорогие. Желаем вам здоровья и любви сердечной, чтоб были промеж вас лад и согласие. Спасибо вам. От всей души благодарим. Повеселитесь на нашей свадьбе. Теперь мы. Вот моя подруга Альдона и её избранник Евнут. Очень приятно. Пусть будет лёгким да сладким ваш новый жизненный путь. Я ведь... А это мой добрый друг с давних лет. Геральт из Ривии. Да, это я, Геральт, ведьмак. Благодарю за приглашение. Люблю я свадьбы, люблю невест. Они такие ароматные, что хоть береги. Вот именно. Я уверена, что сегодняшний праздник выйдет на славу. Скажи мне, Альдона, откуда ты знаешь мою дорогую Шани? Мы вместе учились в медицине в Аксинфурте. Это было прекрасное время. К сожалению, для меня оно быстро кончилось. Моя семья не могла платить обучение. И через год мне пришлось вернуться домой. Учиться никогда не поздно. Твой муж наверняка не только тебя прокормит, но и поможет закончить учёбу. Не знаю. Мы никогда об этом не разговаривали. Евнут. Ты ведь женился на Альдоне не просто, чтобы с ней в постели забавляться. Ты поможешь выучиться, правда? Это наше дело. Тебе не стоит вмешиваться. А я не вмешиваюсь, я интересуюсь. Потому что, знаешь, я полюбил твою жену как сестру. Поэтому ты мне вроде как свояк. Поможешь ей? Мы обязательно об этом поговорим. Я так и понял, братан. Сразу видно, ты порядочный мужик. Вы необычайно прекрасная барышня. Ох, спасибо. Вы могли бы осчастливить любого. К чему ты клонишь? Я бы хотел узнать, почему она выбрала именно тебя, Евнут. Тебе что, не нравится выбор моей жены? Не мой цирк, не мои плохи. Я спрашиваю из чистого любопытства. И гляди, как бы мне не пришлось выбор моей жены тебе кулаками объяснить. Из чистого удовольствия. Друг, ты что такой нервный? Че мне тебя обидел? Я говорю, что твоя жена прекрасная женщина. А ты, нет, чтоб меня поблагодарить, сразу в драку лезешь. Геральт, хватит. Она просто его полюбила. Евнут, поверь, мой друг не имел в виду ничего плохого. А вот интересно, почему ты выбрал Альдону? Неужели дело в приданном? Уверяю тебя, ведьмак. Для меня дело было не в деньгах. Семья Евнута гораздо зажиточнее, чем моя. У них ткацкая мастерская. Я долго уговаривал матушку, чтобы она согласилась на этот, как она сказала, мезальянс. Я ничего не знала об этом. Ты же говорил, деньги ничего не значат для вашей семьи. Так и есть. Мне он тоже говорил, что ему не важно, богата ты или нет. Сначала-то ничего не важно. Любовь и все такое. А вот посмотрите, как лет через пять вас все начнет раздражать. Меня начинает раздражать то, что ты говоришь. Не знаю, откуда ты родом, но в этих краях оскорбления молодых на свадьбе даром не проходят. Да какое оскорбление? Я вас только предупреждаю. Я-то жизнь уже повидал. Это Геральт так шутит. У него странное чувство юмора. Даже очень странное. Ну, хорош болтать, время уходит. А ты что, куда-то торопишься? Я? Да ты что? Я просто хотел попробовать ваши севухи, потанцевать с местными барышнями. Среди приглашенных много красивых девушек. Наверняка какая-нибудь тебе понравится. Уж это наверняка. Вдруг это и кому приглянешься? Было бы приятно, но попробуйте сказать, это мне уже не так важно. Давайте выпьем. В полночь начнется обряд надевания чипца. А до тех пор развлекайся и ни в чем себе не отказывай. Он точно приехал. Я ведь сама его видела. Так же он мог приехать, если его нет. А его это собачья тротья прогнала. Демон? Да кто же еще? Псина злющая. Да-да. А теперь ни пожирателя огня нет, ни пса. Ищут какого-то пса. Мы можем им помочь. Это будет мой первый ведьмачий опыт. Вам помочь? Шани, дорогая моя, ты не поверишь, что случилось. Единственную дочь свою выдаю замуж. Так что свадьба должна быть на зависть. Вот я и заказала настоящего пожирателя огня. О, никогда не видел такого фокусника. Это очень дорогая затея. Он аж из Новиграда приехал. Я на свою дочь денег не пожалею. Родители жениха считают нас бедняками. Вот пусть убедятся, насколько они ошибаются. Наверное, так и не убедятся. Пожиратель-то пропал и ни слуху, ни духу. Потому что его пёс жениха прогнал. О, чёртов демон! Правильно его назвали! Успокойся, душенька. Здесь сударь-ведьмак. Может, он нам поможет? Прежде чем я начну своё ведьмачье следствие, мне нужны указания. Расскажите всё, что знаете. Ну, значит, пожиратель огня прибыл сюда около полудня. Съел второй завтрак и захотел осмотреться. И тогда этот ужасный демон его увидел и стал брехать, как оглашенный. Почему? Понятия не имею. Но не нравится он ему, и всё. Учуял, что это пожиратель огня. А огня ведь каждая зверюга боится. Если бы боялся, сам бы убежал, а не бросался. Так пёс глупый. Не знаешь, чего от него и ждать. Сорвался с цепи и погнал пожирателя в лес. Глупый не глупый, только он питомец нашего зятя. А если пропадёт, то будет скандал. Не беспокойтесь. Ведьмак, ну то есть я, найдёт вашего пожирателя горячих штук. Это очень мило. Только никто не знает, где его искать. На этот случай у ведьмаков, у нас то есть, найдётся свой метод. Как выглядел этот фокусник? Была на нём такая приметная шутовская шапка. По ней его и можно узнать. Я его найду. Благодарим. И ловим на слове. Как приятно, что ты согласился помочь. Но ты уверен, что справишься? На самом-то деле, ты не совсем ведьмак. Поищу этого фокусника. Ладно? Только ты мне не помогай. Отличное выйдет развлечение. Но я должен сделать это сам. Хозяин, барин. Я бы на твоём месте начал с того, что постарался найти следы пса. И пошёл бы по следу. Хороший совет. Так и сделаю. Шанин, мы с Витальдом идём искать пожирателя огня. Если до полуночи не вернёмся, тогда... Успокойся. Вы вернётесь. Я в вас верю. Ну так идём. Вперёд за приключениями. Я надеюсь, что этот мутант найдёт пожирателя огня. Столько денег на него ушло. Мне бы хотелось, чтобы он и демона нашёл. А то зачем же нам со сватами ссориться? Пожиратель всем докажет, что мы не лаптим щит. А мама говорила, что если я не буду есть обед, то превращусь в стрыгу. Не так вот чудовище охотится. Так что выслеживать умеем. Он наверняка справится. Неужто те латники, что раньше орденскими братьями были? Я сам. Глядите, какие засранцы. А на что им ёська выберет? Наказание его забрали. За то, что ёська жена, им два мёшка уже забрали. Ёська с городом. Мешки на тебе двух угрызли. Я на вас умею. Так, да, только. И одна. А, да. Воистину, конец света. Что бы у нас? Да какие дела? Зачем ему два мяча? Один запасной? Он их что, теряет? Я два раза видел так чисто обглубленную кость. Один раз в муравейнике. А второй раз, когда сам неделю не жрал, а потом поймал курицу. Пёс вырвал цепь из стены. Жрать, видно, им недоволе. Или это его пожиратель так разозлил? Миска погрызена. Неужели он и миску пробовал сожрать? Странный какой пёс. Собачьи следы. Какие-то маленькие. Судя по будке, демон, видать, здоровый. Если ничего больше нет, подойдут и те следы, какие есть. Ты уж прости, но что-то не хочется мне бегать по собачьему следу. Я лучше тебя здесь подожду. Хорошо, моя сладкая дынька. Я пока отлучусь по делам, а ты отдыхай. Скоро вернулась. Ну как поиски? Пока узнать удалось немного. Но я так просто не сдамся. Нравится мне эта ведьмачья работа. О, сломанная ветка. Будто кто-то тяжёлый хотел залезть на дерево. А может, этот пожиратель жирный, как боров? А может, кто-нибудь хотел себе выстугать сопелку? Становится всё веселее. Вот это шапка пожирателя огня. Говорили, что она дурацкая. Должно быть, он её потерял, когда убегал от демона. Вот и два вывода. Пожиратель жирный и трусливый. Пожиратель жирный и трусливый. А вот и наша пропажа Хорошо ли, не вижу Ебанько залез на дерево, чтобы спрятаться от этой собачки Именно Эй, мужик, слезай Ой, нет И не подумаю, мне еще жизнь дорога И что будем делать? Сядь Вот это сила Если бы у меня такая была, не забили бы меня в ту ночь до смерти Пускай сделает что-нибудь забавное Например, пусть покувыркается Нет Ох, как можно быть настолько скучным? Я сам все сделаю Кувырок? Оставь его в покое А если бы я ему сказал съесть собственный хвост, он бы съел? Демон, домой! Ну и что ты сделал? Испортил мне всю забаву На свадьбе позабавишься Слезай, мужик Ты же видишь, этого страшного пса нет А он это, точно не вернется? Точно Всегда лучше подуть на воду Геральт, ведь этот шут набрался как сапожник Я надеюсь, что он еще не все допил Я спас тебе жизнь, так может ты хоть дашь мне выпить? А что ж, извольте Замечательный мед Я понимаю, почему ты решил с ним на дереве уединиться Мед-то хорош Только я от пса убегал Хотя разве же это пёс? Чудовище это было Воистину демон Правильно его назвали Вот тебе твоя шапка Ты ее потерял, когда от пса бегал, как настеганный О, шапочка моя любимая Удачу мне приносит На каждое выступление ее надеваю Как получается, что человек, который каждый день играет с огнем Боится маленькую собачку Это чудовище было, демон Да слышал я уже Трус-то сиволапый, вот и все О, я бы попросил Я не трусливый, я осторожный Знаешь, что было бы, если пожиратель огня пренебрегал осторожностью, а? Хм, наверное, поджарил бы себе язык Угазал Ну вот, теперь ты и все понимаешь В таком состоянии о выступлениях можешь забыть А в каком-то я, интересно, состоянии, а? Посмотри на себя, Тартыга Ты едва на ногах держишься Во-первых, это чушь Во-вторых, я пожиратель огня А не канатоходец Ноги мне без надобности Ладно, ладно Не заговаривай мне зубы Уж я-то знаю таких, как ты Слушай, план такой Пойдем по этой дорожке прямо на свадьбу А по пути ты немного протрезвеешь Ну... Тихо Молчать, я сказал Знаешь, кто я? Дворянин я Короче, ты не отстаешь от меня ни на шаг Мы возвращаемся на свадьбу И ты даешь такое выступление Что дорогие гости Суд в партии от счастья Ясно? Хорошо Ну, хорошо, так хорошо Идем Держись поближе и не шуми О, ни на шаг не отойду В этом лесу наверняка кишат Дикие звери Мамочка! Медведь! Медведь, медведь Хуй тебе, а не медведь Прячься, ты мой болван Спаси меня Медведь, медведь Продолжение следует... А ты когда-нибудь видал медведя, похожего на кабана? У меня зрение слабое, и потом я ведь пожиратель огня, а не натуралист. Ну да, ну и видно. Чуть не забыл. Я ведь даже не спросил, как тебя звать. Давид Автенсборо. Послушай, Автенсборо, держись меня, и ничего плохого с тобой не будет. Отведу я тебе пьяная морда на свадьбу в целости и сохранности. Пропавший пожиратель огня нашелся. Скажу, не хвалясь, я справился. А что с демоном? Где он? Он не вернулся? Вернулся, только ведет себя как-то странно. Сидит о совевшей какой-то. И жизни в нем, что в твоей морковке. Может, он волчек ягод нажрался, или еще чего? Внимание, внимание! Приглашаю всех на уникальное выступление пожирателя огня! Идем, посмотрим его фокусы. Я никогда в жизни еще такого не видел. Сидит о совпаде. Папа, папа, папа. Я, вы досмотрели, папа, папа. Мой дядя ездит за церковью, потому что умеет вас отвечать. А ты не умеешь? Помощь начнется обряд надевания чипса. А до тех пор развлекайся и ни в чем себе не отказывай.